Добрый вечер! Я сегодня очень рад видеть здесь всех. И особенно радостно, что сегодня организаторы этого мероприятия это те, с которыми мы вместе начинали учиться, вместе спали, вместе ели. Но хотел бы я узнать, а есть здесь те, кто впервые? Можете руку поднять? Ого! Значит, я буду для вас рассказывать. Я хочу рассказать сегодня про Иисуса Христа. Когда я прочитал, что Он сегодня так же живет среди нас, как и в те времена, то мне интересно было, как же Он сегодня с нами общается, как Он с нами живет, как Он разделяет жизнь. И есть простой ответ. То, как мы с Ним разделим, так и Он с нами разделит. Сегодня мы с вами рассмотрим очень одну из важных тем. Называется она «Аванпост и Центр влияния в городе». Эта тема сегодня важная, интересная. Мы сегодня с вами живем в самое интересное время всей истории Земли. Но хочу узнать от вас, почему? Как вы думаете, почему сегодня самое интересное и ответственное время? Последнее уже край отрыва. По-другому. Потому что именно вы живете в это время. Вот поэтому оно для вас и самое интересное, самое ответственное. И мы за это время с вами даем ответ. Правда? И почему мы сегодня с вами здесь собрались? Лишь только потому, что сегодня великая борьба. Если бы не было великой борьбы, и мы бы здесь не собирались. И поэтому мы и мыслим сегодня, потому что великая борьба. И то, о чем я буду говорить, я говорю лишь только потому, потому что мы живем в такое время, и потому что Бог сегодня спасает нас. У нас сегодня проект, он состоит из нескольких блоков. И я вам расскажу о практической школе, которую мы проводим. Школа для аванпостов и центров влияния. У нас производство продуктов здорового питания, массажный кабинет, магазин и клуб здоровья и тепличное хозяйство. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Но я в двух словах расскажу, как мы к этому пришли. В 1996 году я услышал первый призыв, первое обращение Иисуса ко мне, чтобы я оставил производство. Моя жена работала химико-аналитик на атомной, а я работал монтажником. И мы в тот момент изучали не только пророчества событий последнего времени, мы также изучали план спасения, именно какой Бог приготовил для нас план самой жизни. И мы решили продвигаться в двух направлениях, это питание и лечение. Оставляя производство, у нас не было финансовой базы, и у нас был грудной ребенок, была коляска всего лишь, наше имущество. И я тогда спросил у Господа, вот, а как я буду семью содержать, как я буду дело продвигать, вот где финансы. И он тогда мне ответил. Он говорит, говорит, ты не переживай о том, где брать, ты думай только о том, как правильно использовать. Он дал мне вот этот сам принцип, который помог нам жить. Мы снимали квартиру на девятом этаже, в одной комнате мы жили, а в другую комнату мы завезли тонну сои. И жена жарила сою, потом делала чебуреки, паштет. А я на рынок возил и продавал. Чтобы на рынок добраться, мне пришлось ложить сою в коляску, сверху у грудного ребенка. И мы с женой шли на рынок, там выкладывали, а на ребенка и назад. Вот. И вот так оно все у нас началось. Через время мы купили квартиру. И потом я слышал другой призыв от Господа, когда Он говорит, вам необходимо оставить город и под городом переехать, купить землю. И построить тепличное хозяйство для того, чтобы мы могли быть свободными, независимыми и дальше дело Божье продвигать. И мы посчитали, что нам необходимо лет пять для того, чтобы построить тепличное хозяйство, обучиться работать в этом тепличном хозяйстве. И пять лет у нас на это все ушло. Но самое интересное, что когда мы достигли именно развития, когда дело наладилось и пошло, когда весь район у нас покупал пикировку, рассаду, вот, именно в этот момент Бог призывает, Он вновь обращается к сердцу и предлагает поехать на медико-миссионерскую школу. И именно там Он обращается ко мне и предлагает оставить тепличный бизнес. И я не забуду тот разговор, который у меня с ним состоялся. И я к нему обращаюсь, говорю, папочка, ведь оно ж и так же служит тебе. Со всего района ездят люди, мы качественный продукт им предлагаем, книги дарим. И вот я ему все рассказывал, как вот оно все работает. И он интересно мне ответил. Он говорит, послушай, если оно так и есть, как ты говоришь, что оно мое, то тогда я хочу, чтобы оно вот так было. И вот здесь я был пойман на своем вот этом лицемерии двуличной христианской жизни, когда я говорю, это твое, а когда он говорит, вот оставь, и сейчас будем заниматься, ну вот, другим делом, я здесь и не влево, и не вправо. И я тогда, обращаясь к нему, говорю, а ведь у меня же есть еще жена, и есть еще дети, они же тоже какую-то играют роль в этом решении, а вдруг они по-другому мыслят. И он мне тогда говорит, такое чувство, что ты этот вопрос не со мной решаешь, а с ними. Я тогда, вспоминая, как Юра Чурилов рассказывал, как после Гейтса, он в лес убежал, лег в кусты и сказал, Господи, с этого момента ничего мне на этой земле не принадлежит. Именно в этот момент я вспомнил те слова. И говорю, Господи, с этого момента мне ничего на этой земле не принадлежит. Не моя жизнь. С этого момента у меня нет жены, нет детей, которые бы могли вмешиваться в наши с тобой отношения. Говорю, ну только, пожалуйста, ты с ними решай этот вопрос. Все, я оставляю тепличный бизнес и иду в медико-миссионерское служение. Я ходил по лесу, молился, и потом звоню жене домой. Это я на лагерном, на лидерском был. И вот звоню ей и рассказываю жене про историю, которая произошла, но еще не даю ответ и спрашиваю ее, как ты думаешь, что я Богу ответил? И она в этот момент мне говорит, ты знаешь, а со мной Бог тоже уже поговорил. И вот в тот момент я насколько удивился, что своей решительностью я дал возможность Богу работать дальше в моей семье. И тогда мы приняли решение, прежде чем идти в служение, к этому основательно подготовиться. И мы целый сезон еще отработали на теплицах. Вот мы занимались тогда теплицами. Мы решили целый год потратить на то, чтобы заработать средства, чтобы поехать и потом полгода отучиться, а полгода мы смогли быть где-то на стажировке. И что характерно, до этого мы сажали два урожая, а в этом году решили посадить один урожай. И получилось так, именно в этот год, когда решили посадить один урожай, этот год был самый неурожайный в регионе. Из Китая, ой, из Китая, из Турции было завезено много продукции. Мы тогда продукцию отправляли на Белоруссию, на Россию, в разные страны по Украине. Именно в тот момент с Турцией завезено было на Украину очень много помидора красного. И все были в минусах. Но мы в тот момент посадили розовый помидор. И в общем мы за один сезон наторговали столько, сколько мы наторговывали за два сезона. И удивительно было. Это был хороший старт, чтобы поехать на школу. Нам пришлось забрать детей со школы, на экстернат. И мы целые полгода и обучали детей, и обучались. Я так понял, что я только сюда смотрел, еще хочется и вас видеть. Группа поддержки моя. Я просил, чтобы они. Украина. Днепропетровск. И что характерно, когда мы отучились, поехали потом до Володи в Зуевку на стажировку, там была у нас действительно интересная первая программа, когда мы вошли в Донецк с выставкой здоровья. А в чем уникальность была той программы, что тогда за 10 дней прошло более тысячи человек. И именно в тот момент в одном из предприятий нам сказали, у нас есть свой санаторий, и мы приглашаем вашу команду и даем всех наших людей, «А вы для нас проводите заезды и еще с нас берите деньги». Ну. А у нас не было команды. В Донецке люди, которые прошли, они говорят, «А дальше что после выставки?» И вот тогда мы поняли, что нам помимо выставок нужно еще, чтобы был кабинет здоровья, чтобы клубы здоровья, магазины здорового питания. И вот вернувшись домой, мы приняли решение к этому подготовиться. Я расскажу о том, что Иисус совершил с этого момента. Теперь, когда мы вернулись домой, у нас не было средств, потому что мы за это время все учебу потратили, но у нас было лишь только видение. Я поехал в соседний город Энергодар и ходил по этому городу и молился. И я спрашивал Господи, «Как мы можем войти в этот город? Дай нам мудрости и укажи». И Бог расположил сердце в субботу в свободное время после обеда пойти в парк, чтобы поставить стенды и измерительные приборы. И что характерно, за один день записалось 34 человека на клуб здоровья. Вот. Мы видим, уже люди есть, нету здания. И я пошел в городе выбирать здание, и Бог указал одно здание. Но у нас не было средств. И я молюсь и говорю, «Господи, если Ты дашь это здание, мы готовы трудиться». И именно в тот момент нашлось 4 человека, которые согласились по одной тысяче полгода каждый месяц давать и таким образом аренду смогли взять. Но меня очень сильно один опыт вдохновил. Это то, что у меня все, вот вы были друзья, и мне очень сложно было решать эти вопросы и звонить, и говорить за деньги. И я помню, я склонился на колени перед Господом и говорю, «Я не хочу с друзьями говорить о деньгах, я хочу с тобой говорить о деньгах, а с ними я буду говорить об успехе». И я говорю, «Нам нужно здание. Я хочу увидеть, как Ты дашь эти средства, и чтобы это был особый опыт». И через несколько дней звонит мне брат Юра Баранов и говорит, «Расскажи, что у тебя сейчас там происходит». «Ну, я рассказал, как есть, и он рассказывает, представляешь, у нас на предприятии банкротства, не банкротства, а оборовали большую сумму, денег взяли, и мы три дня пост назначили, я спрашиваю Господа, почему такое произошло? Ну, поговори с нами, я своими словами говорю. И он говорит, и Бог ответил ему, он говорит, «Слушай, а зачем ты мои деньги в сейфе хранил? Они должны были работать». И он спрашивает, «Как твои дела?» И я рассказываю, и он говорит, «Мы готовы помощь дать средства». С этого у нас пошел магазин. Но для того, чтобы магазин начал работать, нам необходимо было мини-производство. И уникально, это то, как мы приобрели вот это оборудование. Мы молились, начали молиться за оборудование, и из Германии нам пришла помощь на хлебопечку, и мне рассказали, что одна девочка, она разбила свою копилку и взяла эти деньги, и она сказала, «Я хочу, чтобы эти деньги пошли на Украину, чтобы люди хлеб ели». И вот с этого момента производство заработало. И вот каждое оборудование, которое у нас есть, оно рассказывает о том, что Бог свое дело, Он держит на жертвенности людей. И сегодня мы выпускаем хлеб, йогурты, тофу, колбасу, разные. Но так как мало времени, я хочу рассказать один очень интересный опыт. Это то, что самое главное, что происходит сегодня с нашей семьей. преимущество в том, что мы все 24 часа всей семьей вместе, что наши дети за эти годы, глядя на нашу жизнь и участвуя вместе с нами, они стали другими детьми. Мой старший сын, когда недавно поехал обучаться в новые обиходы, а он отвечал за производство, Оля отвечала за магазин, я за кабинет. То есть нас было 4 человека, и мы четвером магазин, кабинет и производство. Обучаем, как работать в массажном кабинете. Вот вчера Вадим рассказывал о своем проекте. Он работает сейчас в Дагестане. Как раз мы тоже на этой школе обучались, и мы две такие школы провели. И сегодня у нас очень интересные успехи. Я сейчас вам покажу... Да, да, да. Я вам покажу сейчас результаты работы у нас в кабинете. Ну, кто-то уже, может, видел. Кстати, это вот моя верная рядом. Она в самом начале меня спросила, Саша, мы не рискуем, когда детей со школы забирали, когда оставляли. Я тогда ей спросил, слушай, а мы не рискуем оставаться? И она ничего не могла ответить. И по сегодняшний день больше она не задает вопросы, рискуем или не рискуем. Вот массажный кабинет. Значит, наша работа. Вот вы видите, какая девушка пришла, и что потом произошло с ней. Или живот. Мы работаем сегодня по программе клиники амбулатория спины. Но мы нашу программу разрабатываем для того, чтобы простые рядовые члены церкви могли владеть этой техникой массажа. Как работать с глубокими мышцами. И сегодня 90% у людей заболевания – это с опорно-двигательной системой. И вот к нам в кабинет однажды зашла женщина, у которой проблемы шейно-воротниковой зоны. И видно было, что она ограничена, было в движении шеи. И она говорит, я только что приехала из центрального города, с областного ей ничем не могли помочь. И тогда я пригласил ее в кабинет и сделал постизометрическую релаксацию, снял мышечный спазм. Она вышла счастливая, говорит, сколько должна. Я говорю, да нет, это первая медицинская помощь была оказана. А она оказалась начальницей газеты «Рост», самой главной газетой в нашем городе. И она, оказывается, очень сильно переживала за детей ДЦП. Она говорит, можете что-то сделать для детей ДЦП? Говорю, хорошо. Говорю, давайте мы проведем концерт в нашем городе. Говорю, мы полностью все средства, которые соберем, им дадим, ну, отдадим благотворительно. Она когда об этом узнала, она взяла бесплатную рекламу газеты, радио, телевидение. И зал нам бесплатно был дан. И мы провели концерт Анны Герман. Вот. И таким образом мы смогли с руководством города вместе начать работать. Недавно к нам пришла одна женщина, которая тоже прошла курс. И потом привела свою девочку, у которой плоско-вальгусная деформация, искривление ног. Ноги стали ровные, а эта женщина оказалась начальницей по делам религии, которая сказала, я теперь буду с вами работать. Вот. И получается, что у нас на массаж на два месяца вперед записано на продукцию большой спрос, а мы выгораем. И мы тогда приняли решение. И в этот момент мы не знали, что делать. И вот к нам приезжает один человек. Я увидел 20 минут мое стекло. И Виталя сможет лишь только согласиться с залом, если вы только скажете чуть-чуть продолжить. Извини, Виталь. Я постараюсь коротко, но теперь по существу скажу саму суть. Да. И вот что характерно. Приехал к нам один человек в гости. И оставил книгу Мэдисон. Моя жена чуть ли всю ночью не прочитала, выходит, говорит, мы будем идти по этому пути Мэдисон. И мы приняли тогда решение запустить в ход эту школу. И у нас сегодня школа трехмесячная. Она бесплатная. Но студенты, они учатся изготавливать продукты здорового питания. Они учатся работать в кабинете. И при этом они сами зарабатывают на себе, на школу. И таким образом они выходят полностью владея и производства здорового питания, и массажный кабинет. И самое главное, мы каждую субботу и воскресенье едем в город с программами. Каждую субботу мы библейские курсы проводим, а каждое воскресенье проводим кулинарные курсы. Запомните слово кулинарные курсы подойдете. Сегодня есть интересные специальные курсы Клуб Здоровья. Я сейчас о нем не буду рассказывать, но вам потом расскажу. И вот к нам пришла вот эта девушка на Клуб Здоровья. И на Клубе Здоровья мы песни ставили Светланы Маловой. И она услышала песню «Нет на свете большей катастрофы, когда спиной становишься Голгофи». Она когда выслушала эту песню, она пришла и сказала «Я до этого пела в ресторанах, в барах». Говорит, с этого момента я больше эти песни петь не буду. И она с этого момента учит эти песни и говорит, я буду христианские концерты теперь давать. Она еще не адвентист, но теперь ходит к нам постоянно. Вот. Это наш магазин, вот это наш кабинет. из банка пришла заведующая банка и сказала «Мы готовы собрать население, взять у вас продукцию, их накормить, а можете ли вы ваши программы проводить у нас в банке?» И теперь каждый квартал мы проводим в банке, а они все оплачивают, людей приглашают, но просят, чтобы мы проводили. И вот теперь значит, подхожу к самому такому интересному моменту. Вот в этом состоянии сейчас оказалось тепличное хозяйство, потому что много лет уже просто туда не ступала нога, только траву скашивали. И вот недавно ко мне сын подходит мой и говорит «Пап, за это время каждый мой одноклассник говорит «В этом году все купили машину себе, а у меня этого нет». И говорит «Пап, а можно мне сейчас зарплату, я что-то работаю». Я его подвел к этому месту, вот видите разобранное. Говорю «Сынок, я хочу тебе передать веру, хочу подарить тебе веру». Говорю «Видишь, здесь стоит производство продукта здорового питания на втором этаже для студентов общежития». Вот 8 на 8 вот и он смотрит, говорит «Вижу». Я говорю «Это вот я тебе даю». Вот и что вы думаете? Сейчас, когда я сюда поехал, там за домом он сейчас роет канаву и он начал с канализации, ну чтобы вот сейчас у нас там школа проходит 6 студентов вот и я ему сказал «Сынок, ты можешь сегодня выбрать для себя и можешь отправиться сейчас найти себе работу, зарплату, но мы останемся в этом проекте с мамой, но ты можешь остаться и нас поддерживать». Говорю «Ну мы не можем пока тебе зарплату дать». Она говорит «Ну ладно, ну так, говорит, ну можно хотя бы на карманные расходы хотя бы 100 гривен в неделю». Говорю «По рукам». 20 лет и он согласился на это. И после этого к нам звонит уже молодежь и говорит «Можно к вам на школу?» Я говорю «Слушай, давай мы одну трехмесячную проведем именно молодежную и вместе с ней пойдем в город». И он загорелся. Он теперь ждет этой школы, он ждет когда построится это здание. И интересный момент, что когда к нам сейчас ехали студенты, нам вообще негде было их принять. В доме мы бы их всех не приняли. И мы начали молиться «У нас получается лишь сейчас на аренду только наторговать, покрыть аренду». И мы начали искать помещение, где бы студентов принять. И я узнал, что один предприниматель снял себе на полгода трехкомнатную квартиру, чтобы изредка приезжать. Он сейчас вагонами уголь возит по Украине с Донецка. Я обращаюсь к нему, говорю «Послушай, если ты приедешь к нам углем заниматься, можно я тебе свою комнату в нашем доме предоставлю и процедуру еще буду делать». Он постоянно приходит на процедуры с позвоночником. Я ему несколько раз уже делал. Я говорю «А ты, пожалуйста, отдай эту квартиру миссионерам. Приедут ребята, они будут спасением людей заниматься». Он говорит «Хорошо». И таким образом помните, Бог мне говорит «Ты не переживай, где деньги брать, ты думай о том, как правильно использовать». И вот сейчас Бог нам дал квартиру на шесть месяцев. Студенты там живут. Но нужно было кровати купить. И получается, мы берем с женой последние деньги, чтобы купить кровати. И в этот момент только мы деньги отдаем. Звонит один брат, говорит «Я покупаю эти кровати». И Бог вернул деньги. Потом холодильник хотели купить. Раз опять деньги даем, Господь опять эти деньги вернул. И тут поездка на Пасо. Я взял эти деньги, которые нам сейчас на аренду в городе, приехал сюда и на регистрации говорю «Послушай, можно я в конце дам?» Я так думаю. Если Бог не оплатит поездку мою сюда, то тогда те деньги, что на аренду, они уйдут, Бог усмотрит, как аренду решить. Но чтобы назад мне деньги не забирать, я все их отдаю, он возвращает. То тогда... То есть что хочу сказать? Сегодня мы идем в этом проекте не потому, что у нас есть деньги, не потому, что у нас есть люди, а потому, что по-другому мы жить не можем. Мы просто видим, что когда делаем этот шаг, Бог что-то совершает. И еще интересный такой момент, вот где моя машина, это наш дом, а вот этот дом рядом находится. В том году они продавали за 30 тысяч долларов, в этом году за 18 тысяч долларов продается. И если этот дом приобрести для студентов и для школы, вот это было бы идеальное место. и вот, кстати, слева это мои теплицы, а справа это теплица вот этого дома. Фактически вот это сейчас состояние наш огород. Несколько раз была такая мысль, а может вернуться в тепличный бизнес, чтобы заработать для продвижения дела Божьего? Вроде тоже хорошая идея, но получается, когда в городе есть уже люди, когда уже все пошло, просто их нельзя бросить, их просто нельзя оставить. это такое оно идет, что просто нужно до последнего стоять. И поэтому я верю, что сам Бог сам решает, когда что дать, когда что купить. Но я сегодня обращаюсь к тем, кто впервые сюда приехали, что часто возникает вопрос, с чего начинать? Но точно не с того, есть ли средства, есть ли помещение, не с этого. Самая большая проблема это мое я, это сам я порой бывает помехой Богу. Но когда он проводит нас через школу доверия, когда мы понимаем, что это не наше дело, а его, а мы являемся лишь только свидетелями, что он совершает, то тогда мы каждый день лишь только будем удивляться. Поэтому я сегодня рад, что Иисус находится среди нас и многое делает. Среди нас есть человек, который все это время оказывал помощь этому проекту. И то одно вышли, то другое. Я однажды позвонил и говорю, мы сейчас хотим строить общежитие и производство, чтобы обучать людей. И нам нужен инструмент. Можешь прислать нам, там в Германии есть бэушная техника, ну, в бэушном магазине. Но когда к нам пришло новое, там, болгарка, вот это все, инструмент, когда новое пришло, я увидел, что человек не последнее отдал плохое, а он дал самое лучшее. Я вижу, что только в этом деле можно восхищаться Богом и теми людьми, которые в этом принимают участие. Чистое сердце Бога взряд. Аминь. Давайте помолимся за брата Александра, за его семью, за служение их, чтобы проставился Господь. Также хотелось, чтобы мы помолились, и позвонила Людмила Федоровна Верлан, кто ее знает. У нее в Краснодаре центр помощи детям с ограниченными возможностями, и внучка у нее. Помните, эту девочку, Маришу Солнечную, она больна тоже ДЦП, и три дня, у нее температура 39, а сейчас она написала смс-ку о том, что состояние ухудшилось, очень тяжелое состояние, и просила, чтобы мы прямо сейчас об этом помолились. Господи славы, очень небесный, прими благодарность наших сердец за то, что Ты тот же любящий, милосердный Господь наш и Бог наш. Мы так благодарны слышать то, как Ты действуешь в наших сердцах народа Твоего, как Ты действуешь через нас. Мы очень благодарны Тебе за этот чудесный опыт, который мы сегодня слышали, опыт Твоего служения через семью Александра, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты дал им видение, дал им посвящение, и вся их семья, Господь, служит Тебе, и в их жизни прославляйся Ты, Господи. Слава Тебе и хвала. За то, что мы видим этот чудесный пример для нас, как организованы были и клуб здоровья, и кабинет здорового питания, и производства, также, Господи, и все это служит Тебе, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их, благословил их, и чтобы через их служение Ты мог оказать доброе влияние, спасительное, на многих людей, в том месте, где они живут, и служат Тебе, Господи. Ты это соделай через них во славу Твою. Мы просим, чтобы в этой ситуации особо Ты благословил их своей защитой, чтобы никакая гордость, не тщеславие, ничего другое не мешало Тебе использовать их и в дальнейшем в деле Твоем. Когда они сейчас видят успех служения с Тобой, помоги им особо, Господи, проникнуться Твоим Духом, Духом смиренным и кротким, любящим и прощающим. Благослови их в этом, во славу Твою, Господи. Мы также особо ходатайствуем предлецом Твоим за нашу дорогую сестру Людмилу Федоровну. Благодарим Тебя за то служение, которое Ты доверил ей совершать этим деткам, которые очень больны, их родителям. Ты знаешь, что для нее был толчок к этому служению то, что случилось в ее семье, когда родилась эта чудесная девочка, но ее физическое состояние было очень тяжелое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогал этой девочке Марисе на протяжении этих лет, за то, что Ты заботился о ней, за то, что у нее есть хорошие успехи, результаты. Но Ты видишь, сейчас она очень заболела. Ты видишь, сейчас как она простыла, у нее большая температура, и сейчас ей очень тяжело. Мы просим, чтобы Ты коснулся Отче Небесный ее своей целительной рукой во имя нашего Господа, милосердного и любящего Иисуса Христа. Мы просим, благослови эту девочку, Господи. Сейчас окружи добрыми ангелами, прославься в ее исцелении, благослови ее маму, всю семью благослови. Будь прославлен, Господь, также в наших семьях. Все вверяемые в любящие руки, милосердного и любящего Отца и Сына, и Святого Духа. Все это просили Господи во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Сына Христа. Продолжение следует...